Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на шестерых в Сид Мэрс Цивилизейшн 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала, ну а всем остальным приятного просмотра. Малака хотела, чтобы я стребовал дань с этого. Прикольно. Так, что определяется, кому религию тащить? В смысле определяться? Как-то, как-то, мы с тобой договорились. Не, ну тебе-то я принесу, у меня сейчас броду дур построит. Ну а кому? А я думаю, что карфаген и американец твоя религия нахер не нужна. Американцу, может, и зайдет. Не, спасибо, я не голодный. Я понимаю, что тут счастье дает? Он вежливо отказался. Деньги. Думаешь, Малака будет сговорчивый? Не знаю, как-то, знаете, какие мэна построили. Ну, типа, если у меня терракотка, чтобы он разных юнитов... Ну, подвинем я хоть пройти как-нибудь, я не знаю, тут свои юнитов. У меня уже всеми подвинулся. Ясно. Ясно. Пошел я дальше. Не, 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 на этом этапе я вообще не волнуюсь на тему войны, потому что, ну, блин, я точно отдыхаюсь от француза. Там около Персеполиса две этих, как его, крепости. Так, киты, соль. Хм, киты вот у Мбанзо есть. Блин, ну тут река, а тут надо строить все-таки. Да, перестала быть союзником, но у меня 7 счастья еще, так что норм. Так. Получайся корицы в населении, тупой. Ну, как видишь. Ну, у него столица 13, у меня 14. А я помолчу. Газалось бы, говорил там, что отстал. Ну, мара умеет играть через волю, ну, блин. Я в какой игре, я помню, уговаривал людей нападать, потому что он разовьется. И благодаря моему красноречию люди все-таки нападали. И то он в конце умудрялся там буквально на один ход или сколько успел в стелсы раньше него выйти. Что это делать? Что это делать? Умеет человек играть. Странно я, ну. Не, но у него... Это показали. Я тебе скажу, почему у него 13, у него очень классная река длинная. И на этой реке не луга, а равнины. То есть он построил там фермы, и у него, собственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток, которые дают три еды, одно производство. Две клетки дают пять еды, одно производство. И еще плюс... Тем временем таракотка упала. Да, таракотка. Ну, я хочу быть первым по армии. А ты много пешков, спасибо. Это более озвучит. Американец, убери, пожалуйста, метка лука своего вот у границ моих вниз. Да ты убери своего коня на цели. Ты мне просто мешаешь ходить. Я тебе потом... Я схожу вот к городам-государствам, вернешь его обратно, можешь стоять, смотреть сколько хочешь. И вот арбалет, похоже, если ты не против. Давай-ка, давай-ка вот так вот сейчас сделаем. Зачем? Оборонки. Так он не работает в этом турнире оборонки. В смысле, они же не работают как-то. Ну ты, как правило, турниры читал, нельзя заключать оборонки. То есть, если ты заключил их, можно нарушать все равно. Ты же не сможешь на меня напасть из себя воронку. С чего бы вдруг. Еще как смогу. Еще как нападет. Я не буду на тебя, американец, серьезно нападать. Ты тоже понимаешь, что мне надо посидеть в развитие поиграть. Дай мне просто тупо пройти, я не знаю, чем ты тут стоишь, смотришь. Как я тебя спрашивал, когда у тебя вот тут стояли вдоль границ. Ты сказал, что у тебя ГГшкин. То же самое. Когда еще мир был. Вон там, кстати, я смотрю, корейские хванщики тоже пришли. Смотреть, что тут делается. Так, тут уже арбалет лишний. Очень не нравится, что Карфаген скорее, братки, на века. Ну, нам надо как-то объединяться. А вы, по сути, воевать вообще не можете, да, Карфаген скорее? Почему могут? Что? Они же воевали. Конечно, говорили. Это можно нарушать, блин. Нет, если договариваются на улет, по-моему, нельзя или тоже можно? Можно. Именно в смысле, что все договора не воевать, они не действуют. То есть они могут, конечно, не воевать до улета, но, в принципе, они могут это нарушать все. Ну, слушайте, неплохая штука. А что, под Леоном такие сладкие места не заселены? Это вопрос к персу. Понятно. Я, честно говоря, думал, что он там будет что-то ставить. Ну, кстати, американец, тут место действительно есть. Так, ладно. Уберу генерала. он тут действительно не нужен и никакой роли не сыграет. Блин, тут конечно надо на еду пускать в Париж. Ладно, подожду три хода. Потому что караван слишком долго бегает, чтобы его так пускать не думая. А киты у кого-нибудь есть? Умбанзы Конго есть. Как неожиданно. Сейчас бы хотя бы в университет попасть как-нибудь. Слушайте, может мне тут инженера сделать? Если вот так, то сколько ходов? Девять. М-м-м? Давайте. М-м-м? М-м? 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 я думаю корее быстро догонит я тоже так думаю все таки с первым населением и с темпами роста а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, осталось с Братиславой собрать... Слушайте, а может мне... Какую-нибудь ГГшку захватить вообще? Ну... Так... Так... Я думал, корейцы такими танками просто поглотят Карфаген и все... Ну, давай думать, американец тогда... Потому что на этапе арты, я думаю, от Карфагена ничего не останется... А смотри, куда вообще корейцы идут... И куда он идёт? Не знаю... Вот тоже сейчас смотрел, смотрел, не понял... Ну, в Ренессанс он не вышел, правильно? Ну, никто кроме меня в принципе не вышел, да? Надо стоять по тому, когда он выйдет тогда... Ну, армия... А, не армия... Армия у меня, а ты второй, да? Ну, я не сильно отстаю... Я не думаю, что он сейчас будет нападать прямо на арте... Нет, 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 сейчас он не будет... На арте, я думаю, он с Карфагена заберёт... Можешь своего метколука обратно на холм ставить? Ну, смотри... Что я тебе могу сказать? Тебе, ты корейцы, получается, очень долго идти... Да... К сожалению... Ну, возможно, если я вынесу вот этих двух юнитов на проходе и просто буду вырубать лес... Например... Ну, смотри, что можно сделать... Слушайте, вы не считаете, что это приват пока его нету? А он ушёл? Я без понятия его ушёл... Так, я вернулся... Что там, против меня уже кольник строит? Да, мы считаем, что ты сейчас будешь улетать и думаем тебя начать... А то они считают... Я вообще молчу... Ну... Ну, значит, ты её говоришь... Знаешь, ты первый попадёшь, как бы, под раздачу... Ну, он меня счастьем не переварит, успокоится... Да? Я думаю... У него вообще-то Нотердам... Так, на минуточку... Что, это один город? Ну, смотри, Алексей... Мне на арте воевать с ним... То есть, у меня прямых проходов вообще нету... Но... Но... У меня есть города, которые достают самолётами... Первыми даже... Слушай, а ты не хочешь... Подожди... А ты не хочешь попробовать Джакарту забрать и оттуда уже на корейцу идти? Как я Джакарту заберу? Это сложно будет... Ну, ты... У него проход такой же, как у тебя к корейцу... Да... У меня такой же проход к корейцу, как у тебя к Джакарте... Не, у тебя смотри, у тебя если вырубить леса, у тебя проход прямой... У меня там холмы... То есть, мне сложнее это провернуть будет... Тем более, я уверен, если я соберусь Джакарту забирать, то он впишется... Ну, так впишется, так я буду с другой стороны его атаковать... Не знаю, как он впишется, если у него на столицу идут... Линдекс, по-моему, они что-то нехорошее задумали... Мне вообще... Я поражаюсь в логике вот этого американца, что он получится... Да блин, Ара улетает... Ну, я не понимаю, почему... Вот, когда он будет улетать, тогда и подумать... Да причем здесь, когда будет видно, что у него, в принципе... Что видно, у меня счастье закончилось, у меня шесть городов... Все... Ну, построишь Колизею, появится счастье... Это такая проблема... Америк, я тебе ничего вообще говорить не буду, я считаю, что парень с мозгами... Думай сам... Не-не, ну, смотри... Все-таки, объективно, француз... Сколько у него там? Три города, да, у него? Четыре А, четвертый где-то есть... Трое Трое То есть... Я... Я не вижу... Как сможет меня француз, в принципе... Ну, там, вынести или еще что-то... То есть... Пока... Даже хорошо, ну, там... Хоть мы и договорились с Нартинией воевать, но даже, допустим, если... Там нарушат, ну, блин... Все равно, как бы... Я думаю, я смогу противопоставить... Тем более, даже хорошо, вот, логика... Нападает он на меня на Артех... Быстро он меня не заберет... Будем с ним воевать на Артех... А что, допустим, в этот момент... Я про другом... Я... Что, скажем... Он тебе предлагает Джакарту... Там, забирать, выносить... Ты подставишься... Это ура, как бы... Но что тебе даст Джакарту? Не-не-не-не... Забирать Джакарту я не планирую... И сейчас, через этот проход... Я не вижу никакого смысла... Я потрачу очень много ресурсов, чтобы... Через эти холмы, через этот проход... Небольшие попытаться что-то делать... Это не имеет смысла... Но на самолетах, допустим, на первых... Это уже будет... Как бы... Реально... Ну так что мы разговариваем до первых самолетов... Сидеть? Хочу инженера получить, а не ученого... Хочу инженера получить, а не ученого... Хм... Корейц Альганбрус строит... садись шпиона себя слышно у тебя мониторе понятно ты думаешь где он у меня сидит и не знаю значит у халецкого не сидит заслону тебя поставил на сажайте к халецкому быстрее и можно пересадить кстати действительно я не совсем при аж 1 по науке сесть на камне будет сажать все так но откуда он вышел давай смотреть в банковское дело он вышел в банковское дело а почему в банковске не жили патронаж он внезапно все напряглись меня я не напрягся от совсем очень раз от самый американец можешь подвинуться меткарь получше встанет на от холм спасибо если ты этим с кремом дешевле и в виду и думаешь по и туда скаучу лошадок лень строится только тетях где все ггшки не могу понять они за карфагеном с карфагеном море я на море с ищущим где все ггшки я не знаю море море вот сколько вы нашли ггшка 6 я 7 я тоже 6 ну короче по ходу что то там есть в море что там морское тело искать и и Девять. Три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему я эту петку? Только университет не определяю. Ещё не пришло время заново просить. В общем, кто морской, что ли? Кто что? В общем, кто морской? Я не знаю. Хуже на то. Давайте влюбим на производство. А что ты смеешься? Ты что, морской? Я нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Библия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я забыл, а где это написано? Через сколько ходов опять можно дань брать? Это же где-то написано вроде, да? Нет, ну, написано. А? Нет. Мне кажется, ты врёшь. Там где нет? Уже кореец первый по науке. О, в чём мы речь? А я на тебя грешил, слушай, извини. Странно вообще это всё. Ну, в принципе, ты вот уверен, что не будет Ара тебя забирать, да? Да. Почему? А зачем ему? Я ему что, угрозу какую-то посознаю? Да. Во-первых, и лишний соперник. Во-вторых, тебя легко забирать. То есть от Тегу до Карфагена, ну тут просто с его клеток арта сможет тебя обстрелить. То есть он просто встанет, то есть она будет на границе, и арта по Карфагену будет бить. Плюс морские, то есть ты морской идей, а почему бы нет? Он завладеет океаном и всем. По-моему, на арте забрать тебя, это очень неплохая идея. И что я с этого получу? Кроме того, что выключу его. Второй раз воткну ему нож в спину, это уже неинтересно даже. Не, ну я сам обошел в грозу, вот тут моя декадка на самом деле. Так что я бы на тебя вместе подумал. Ты мне говоришь? Ну конечно, я не знаю. Я нашел Гибрилтар. Он на острове. Там прям остров-остров? Прям совсем-совсем. У меня прям настоящий остров. Да, и Парина там сидела. Норм. Могу опять спросить. Минус 30. Минус 30. Можете тапнуть. Блин, ну надо в индустриализацию идти. Чекопья сильнее мячей. Я апнусь пока не могу. Слушай, Алексей. Да, я слушаю. А вот смотри, а что у нас две армии самого и топовые простаивают. Как ты смотришь на то, чтобы выше Орлеана просто построить дороги и вместе пойти? Да ну, значит, выше Орлеана куда? Ой, не выше, в смысле, в левее Орлеана через этот проход просто пойти в той армии, которая есть. Типа. Ну давай. Две топовые армии, почему бы нет? Почему бы нет? И что мы будем делать с корейцем? Ну, посмотрим там, поломаем, как получится. Ну, то есть, ну, а чего-то у нас стоит две армии, но вот и смысл друг на друга они смотрят. Реально. Я могу, я сейчас буду делать дорогу. Давай сюда и строим. Я сейчас дорогу просто буду от Персеполиса до... Ну, до тебя, короче, до этого просто что-то делать. Там по лугам я быстро дойду. Вот, как можешь заметить, я пошел. И все равно сейчас никакой другой юнит он не сможет нам противопоставить. Сейчас самый топ-это арбы отдайте их еще далеко. И посмотри, то есть, чтобы нормально с нами воевать, ему придется забить абсолютно на развитие, идти там. То есть, он будет... Ну, да, я понял. А мы в это время можем развиваться, да. То есть, по сути, реально, то есть, мы так же строим домики, только наши армии куда-то идут, куда-то. Мне кажется, это неплохо идея. А мне кажется, это плохая. Это, типа, вы мне помогаете? Ну, как бы, ну, тебе же заботится. О, кстати, а как ты смотришь на то, чтобы отдать города... Прикалывайся, смотри, демографию. Чтобы отдать города корейцев и карфагену? Ну, если заберем. Я не против. Я не знаю, зачем мне города корейцев. Карфаген ничего брать не собирается. И это сам не собирается в воздухе сделал. А почему ты забираешь соседа, у тебя больше шансов на победу? Почему это и не понимаю? Я помогу еще при всем при этом. Как посильно. Ты им еще и помогать? Все все заширей. Заботимся о тебе же. Не надо обо мне заботиться. Я сам и все побоюсь. Американец, а ты не думал, а что ты дальше будешь делать? Так вот я тоже. Просто баланс сейчас есть на карте? На ход дальше сделай, продумай. Даже если вы вдруг меня забираете, да? Окей. Дальше что ты делать будешь? Играть уже без одного потенциального противника, для которого тяжело идти. Играть уже больше не будешь после этого. Ты либо ловишь сразу, либо... Ты открой демографию, посмотри, что американец себя вполне комфортно чувствует. Он поэтому и не думает, что я тут конкурент ему, а скорее ты. Я тут скорее тоже скоро не согласится с этой наукой твоей. Чтоб ты не был скоро не согласит. Сейчас будет не согласиться, да? Сказать твердо нет. Ну все, погнали. Уже прямо сейчас просто вот мои юниты, они уже просто на твоих будут наступать. Да блин, я пытаюсь самарканда дань взять. Ну вы правите, в смысле? А он не дает. Проход пробей, проход пробьешь и уже дань возьмешь, господи. Погнали. В смысле пробью. Проход, а он союзник, корейцы. Зачем дольше? Ну ладно, ладно, я понял. Объявляй ему войну. Монстр. Да, да, да. Трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум-трум. Чем могу, короче. Это что-то настроение неудержеледное. Странные какие-то. Да вообще никаких слов. Называется развалим баланс. Так вот-вот. Короче, ну ладно. Посмотрите, чем это все закончится. Тогда уж. Два скаутов убивают, к сожалению. Так, счастье по нулям стало. Теперь можно и колизеев поднастроить. Субтитры сделал DimaTorzok. О, а что я генерал? Ну, просто времени не было все это подвести пока. Ты смотри, там он пхеньяна попер, я так понимаю. Судя по моим двум убитым. Так, вот тут бы проход контролировать. Не знаю, я контролирую просто. На Big Ben. Вот так, нуль, все на производство. Ара, примей май, давай, мы не пробуем. Субтитры сделал DimaTorzok. побегу-ка я этим сюда что я уже не могу не ходить тогда вот этим раненым на этом главное просто заткнуть этот проход да она очень смешно заткнуть проход оборжаться аналикоса куда вся твоя пробка делать по счастью всех чуть у меня пугает караэ то что тебе веселись завершить это надо берегов ара ты примешь сегодня я кому там даю чё то ты говори я просто не понимал логике зачем карфагену помогать корейцу но поэтому ты идешь в эту войну потому что ты логике ну тип чтобы дольше воевали зачем ара принимать не достал где-то дорогу строишь американец строй не ко мне а вот знаешь как вот смотри вот у тебя у персеполис games да ну как их принтер ценности вот как бы по прямой налево понимаешь вот так вот по прямой я просто он чуть понравился поэтому я сейчас рабочий отошел атака чё всё пробил этот проход ну одну клетку да сейчас дальше что мне там много юнитов что ли нет просто проход неудобно обстреливается ну смотри нас игру по 80 тысяч обоих я думаю сможем как они я первых армии пилет одного человека еще ничего не пили да ладно а что задумали ну блин ну он реально но это корее за и лидекс чуть-чуть объяснять ну давай посидим 20 ходов потом будем ломать голову чего зачем мы так вот делаем раньше ничего не сделали сары давайте а счастье этот на производство на еду типа переключал карфаген если ты мне объяснишь почему ты помогаешь и почему ты там считаешь что все ок тогда я может быть и подумал но пока я вот нет реально непонятно он баланс когда вы его вынесется я общаю никто а ты кто будешь вот так мы тебе предлагаем его города взять себе не не надо его вот вот вообще не надо его город в чем тогда как ты собираешься у меня на свои еле еле хватает так вот я лучше свои буду растить заговорил меня индекс у него люксов нету которые мне у меня у нас все те же самые люксы ему ему меня брать или мне его вообще никакой разницы люксы у нас одинаково понимаешь вообще вот все нему давать особо ничего не могу что с этими города я буду делать типа зачет имею с нами торговать люксами кстати на предложение ответили бы от я с агрессорами не торгую сказал чувак который вынес индонеза я по это самое если бы не реально было где играть от играл так как не было как индонезу я ему облегчил на самом деле игру если у него она не последний агрессора ты санитар леса я пушистая еще вначале может суши может и зацвел там плесень такая вот это давай просто клеить вам уж там крайне так слегка попали волнуюсь лишь пушистый это реально бывает такое суп две недели простоял на жаре то что-то завелось и все на так и выпишем а а а а а а а и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 это Америка интересового копейщика вот, чтобы вы тут не бегали ни один другой, где ставить красивую крепость Лидекс, я не понимаю, вот открой демографию первый по населению кореец по науке первый кореец в твоем понимании, что мы не так делаем? в моем понимании он балансит вас потому что если его не станет я вообще тут даже мельчайшей какой-то надежды иметь не буду в игре а какая у тебя надежда, я не понимаю хорошо, с корейцем какая надежда? я на выигрыш вообще-то играю на победу я играю какая у тебя надежда с корейцем? говорю, а давайте отдадим города еще раз повторяю, чем больше игроков тем больше шанс победить это статистика, с ней не поспоришь а так как у меня позиция самая слабая, то мне выгодно держать больше игроков доходчиво? я думал, надо усиливать за счет чего-то, нет? нет, я не подтяну это то, что вы мне предлагаете я не знаю, может еще раз сказать не знаю, как повторять американец, денег на мушкетеры дашь? что тебе нужно? я еще не знаю, пока ну в принципе, в принципе дашь? то есть у него штука голды и муча на аппл ну я не буду один вкладываться в войну если мы вдвоем с американцем а американец? американец, вот посмотрели на его плюс и на твой минус и как бы вот что вообще делать? нет, ну около 200 могу дать если мы вдвоем воюем, то мы вдвоем вкладываем деньги ну как бы каждый по возможности, я так понимаю я сейчас замьючу просто ты, вот мы разговариваем вдвоем с американцем ну если я у себя замьючу, чтобы тебя не слышать просто я разговариваю с американцем ты влазишь в этот разговор и начинаешь толкать ну совершенно противоположие я понимаю, ты пытаешься американца переубедить но когда два человека общаются вот мы поговорили, да, потом давай я согласен, правильно ты мне тогда пашку давай, когда уже давай так ты постоянно, после каждого предложения просто вот ну ты заканчиваешь, я тебя не перебиваю заметить тогда я говорю так, где мой, интересно, скаут был? а, вот он так, тут дорога есть блин, у меня еще кто-то тихий тырит вот Продолжение следует... Вот сюда надо крепость ставить. Он ее тогда отъесть не сможет. Если я сюда ставлю, то он может тут поставить. А, что ты отводишь юнити? У него мушкетеры там, ну, это маркебузеры. Он же пошел по нижней ветке, ты говоришь, он уже в химии. Да, он в химии. Продолжение следует... Играйте в умные игры. На этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я, Леша Халец, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.